Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкиленбург. Вы смотрите 573 серию. Уже сама сбилась со счёту какая-то серия. Так, опять шкодить пошёл. Хватит. Хватит баловаться. Постоянно Мигель у меня... Это... Хочет напакостничать. Хочет... Вроде бы умный мальчик такой в Маркушу пошёл. Гений немножко. Хочет всё пораскидывать, поразбрасывать. Я дала ему задание, чтобы он с мамой поиграл в шахматы. Потому что по его жизненной цели ему нужно ещё два раза в шахматы сыграть. Так что пусть занимаются. Вот что мама у нас гений такой юный. Тоже, наверное, в Маркушу пошла. Учёным работает. Что? Сыночек. Так, Кристофер уже удрал. Кристофер будет создавать мебель. Я говорила, по-моему, о том, что хотела бы, чтобы Кристофер, как Андрей, тоже занимался столярничеством. Чтоб мы на этом немножко зарабатывали. Потому что деньги лишними не бывают. Вот. Они хоть у нас с Ванессой бегают по джунглям, по сулани. Находят разные полезные дорогие штукенцы. Но, как бы, лишние деньги не бывают. Как я уже говорила. Деньги лишними не бывают. Особенно, когда приходят счета. Вот. Я ещё хотела тут у нас у Ванессы порыться в инвентаре. Вот. Глаза сулани. И попродавать. Потому что мы в прошлой серии были... Вот. Лягушка золотая. Были в храме. Мы прошли весь храм. И в конце нашли лягушку. Так что, видите, у нас уже 18 тысяч симулионов. Кроме этого, я хочу некоторые камни отправить на огранку ювелиру. Вот. У Ванессы у нас один камень. У Фиби там могут быть камни. У Фиби камень. Вот. Обычные, редкие. Мне нужны редкие камни. Давайте отправим их на обработку ювелиру. Так. Ещё один камушек отправили. Так. Не. Я говорю, ребят, он постоянно хочет что-то вот тут мне напакостничать. Зачем ты это делаешь? Что у него тут вообще с воспитанием? Мама, ты занимаешься? Он безответственный. Посмотрите. Плохая учёба. Хорошие оценки. Вынося мусор. Чисти зубы. Вообще нужно заняться. Мигель отбился от рук. Вот. Мне кажется, что это нехватка отца. По-другому я никак не могу это объяснить. Потому что я серию пытаюсь уже начать несколько минут. И как бы даю ему задание, чтобы он шёл с мамой играть в шахматы. А он идёт и пакостничает. Вот уже три или четыре раза такое было. Так. У кого есть ещё камушки? Ну вот точно это, видите, без отца растёт. А мама сама не справляется с воспитанием. И такое получается. Так. Отправляем тоже на обработку ювелиру. Отправили мы три камушка. Потому что я хочу создать ещё одну реликвию. У нас уже есть остальные элементы для реликвии. Кстати, можете посмотреть. В 543 серии я рассказывала о том, как создаются реликвии. Мы в прошлой серии нашли ещё один элемент. Это ещё одна голова. Реликвия состоит из двух элементов. Это основание и голова. Они находятся в джунглях, естественно. Их можно найти, где-то выкопать, раскопать. Или в сундуке найти. В общем, чтобы их соединить, нужен камень. Поэтому мы камни отправили на обработку. Кстати, вот здесь был камень раньше. Видите, она же у нас соединена. Но почему-то камень пропал. Не знаю, куда он подевался. Блин, скорбеть побежала. Чё ты скорбеть побежала? Иди давай в туалет. Ты у нас беременная. Она, кстати, сегодня должна родить. Я думаю, что она родит. У неё уже третий триместр. Реди душ прими. И мне кажется, что должны сегодня роды произойти. Постараюсь серию даже немножко затянуть. Если роды долго не будут наступать. Так, а ты дальше иди и создавай мебель. Иди, повышай свой навык механики. Я так давно не играла с симами. Очень по ним соскучилась. И вот прям думаю, кем же мне поиграть? Думаю, ну вот что я хочу действительно сейчас узнать. Это кто родится у Ванессы. Вот самый, наверное, такой интерес был поиграть этой семьёй. Хотя я посмотрела, что до этого я играла два раза аж этой семьёй. Но очень давно это было. В общем, пора уже Ванессе родить. Мне очень хочется, чтобы у неё родилась девочка. Потому что по линии, ну вот по линии Ванесса и выше у нас идут одни девочки. Если родится девочка, это будет круто. Потому что Фиби у нас уже мальчика родила. Я вообще настроена только на девочку. Даже имя у меня есть для девочки. А для мальчика имени нет. Так что надеюсь, что так оно и будет. Так, шкодничать пошёл. Не, ребят, вот что это такое? Вот я уже просто вижу, что его нет. И я понимаю, что он пошёл пакостничать. Иди играй с мамой в шахматы. А, всё, смотрите, всё. Ему уже не надо играть в шахматы. То есть у него повысилась жизненная цель. А теперь ему нужно пятый уровень интеллекта. Так, иди тогда обдумывай ход. В общем, не знаю, что с этим ребёнком не так. Вроде бы с потребностями всё хорошо. Нет недостатка вообще. И вообще, наверное, надо, чтобы мама ему... Давайте, блин, опять скорбеть идут. Я дело в том, что, ребят, поудаляла моды. Поубирала сейчас моды. Потому что с новым обновлением и с новым игровым набором некоторые моды перестали работать. И вообще они стали крашить игру. Поэтому я их пока удалила. Потом буду разбираться. Так, давайте мама у нас немножко займётся воспитанием ребёнка. Да, то, что как-то мне совсем не нравится, что вот эта Мигель у нас вытворяет. Вообще мне это не нравится. Давайте мы попробуем, может быть, его повоспитывать. Да? Провести ценный урок. Да, вам нужно заняться, потому что, видите, мальчик без отца растёт. Мама на работе постоянно. Нужно ребёнку внимания уделить. Где-то были... Вот, воспитание. Давайте научим говорить его «извините». Да? Проведём такие воспитательные уроки. Научим говорить «спасибо» и «пожалуйста». Ложить спать, заставить, заставить. Ну, побудить. Давайте лучше побудить. Побудить делать домашние задания или поиграть. Вот убрать беспорядок, да? Потому что он у нас тут намусорил. Вот мама говорит, что так нехорошо делать, пойди поубирай. Вот. И драться тоже нехорошо. Так что... В общем, нужно заниматься воспитанием ребёнка. Видите, у него повышается решение конфликтов. Да, вообще как-то мы Мигелем совсем не занимаемся. Оттого, наверное, в воспитании мама участия мало принимает. Оттого он и пакостничает. Так, ты устал, да, там? Ну, иди давай ещё какую-нибудь мебель сделай. Он же умеет делать настенные украшения. Давай, иди, делай ещё один угловой столик. Вот. А Ванесса побежала скорбеть. Ага, вот он этот беспорядок. Вот он этот беспорядок. И пойдёт Мигель наш убирать. Вот, нашла я. Каку, которую он сделал? Так, Ванесса пойдёт, наверное, у нас приготовит что-нибудь покушать. Может быть, даже и... Вот, мод убрала. У меня там с модом было очень много выпечки разной. Так, давайте обед какой-нибудь для всех. Вот. А мама позанималась с сыном. Пойдёт опыты проводить. Учиться анализировать. А Фибе нужно сделать ещё одно открытие. Вот, для того, чтобы потом получить повышение, наверное, по работе. Так что пойдёт сейчас у нас думать, анализировать. В общем, может быть, получится. Но до работы ей, по-моему, ещё долго. До работы ей 20 часов. Ну, пока мы с ней на работу не планируем идти. У меня в этой серии главный приоритет – это роды. Вот это самое главное. Кстати, вот повысился уровень воспитания. Фибе теперь может отправлять непослушных детей под домашний арест. Да, Мигель? Ещё раз. Вот это вот напакостничаешь – сразу пойдёшь под домашний арест. Понял? Так что он и сразу, видите, обрадовался. Убирает мусор. Сразу настроение у него повысилось. Так, домашнее задание у него есть. К сожалению, домашки у него нет. Ему здесь нужно пятый уровень интеллекта. Ну, давайте. Мне кажется, он и так сегодня много в шахматы играл. Жалко мне ребёнка отправлять опять играть. Давайте пусть пойдёт на качели покатается. Можно, кстати, вот, чтобы мама его покачала. Да, пусть пока прервёт свой опыт. И, правда, немножко позанимается ребёнком. Так, что это за звук? Закончили мы ещё один при... Ага, Эврика. Мы сделали открытие. Вот, видите, хотела открытие отложить, а она его быстренько сама и сделала. Пятый уровень кулинарии у Ванессы. У Кристофера сделана... Тут вещь какая-то. Ой, они будут вместе даже вот так кататься. Я думала, она его покатает. Ну, пусть вместе покатаются, пообщаются. Так что нужно маме с сыном время проводить. Потому что он так вообще от рук отобьётся. И я не знаю, что будет в подростковом возрасте. А что же у нас за открытие? Видели, написали, что новое открытие. Карьера учёного. Призрачная слизь. Слизь какая-то. Ну, грибы нам нужны. Блин, а где грибы брать? Грибы нужно... Слушайте, я бы грибы где-нибудь поискала. Потому что, когда пойдём на работу, было бы неплохо сделать эту призрачную слизь. Кстати, мы её можем сделать здесь. Сыворку. Да, если бы у нас были бы грибы. Если бы докобы были бы у нас грибы, мы бы могли слизь сейчас сделать призрачную. Не знаю, зачем она нам нужна, но... Но не помешало бы. Короче, тут грибы не растут. Тут лягушки есть всякие. Куст с ромашками. Сейчас уже вообще растения, по-моему, потихоньку увядают, отцветают. Потому что осень у наших симов. Так что... Куда пошла? А, она пошла смотреть на звёзды. Ой, иди лучше с сыном время проводи. А то сейчас начнёт опять пакостничать и баловаться. Да, давайте, наверное, сегодня мама с сыночком будут проводить время. Она может ему что-нибудь почитать. У нас тут есть какие-нибудь детские книги? Вот, камень какой-то новый она у нас получила. Давайте купим книгу для детей. Но не совсем такие, как для малышей. Нет, не для малышей, а именно для детей. То есть не для тоддлеров. Вот, например, погоня за четверной радугой. Вот, купим книжку. Отправим её в багаж Фибе. И пусть почитает её Мигелю. Ну да, потому что мне совсем не нравится его поведение. Нужно ребёнку больше внимания уделять. Так, Ванесса. Ванесса опять побежала скорбеть. Вот, срочно нужно мне опять ставить мод, который... Забыла уже, как он называется. Который не разрешает Симам скорбеть. Почему до сих пор разработчики это не поправили? Что Симы постоянно бегают скорбеть. Я помню, что у меня во втором или в третьем поколении ещё появился этот мод. Потому что без него Симы вообще постоянно жили прям возле кладбища. У нас, кстати, сегодня церемония Starlight в календаре. Я вот думаю, может быть, нам посетить это событие? Может быть, да. Да, а мама сегодня... В смысле, Ванесса... Господи, Фиби сегодня с Мигелем позанимается, да? Уделит внимание сыну своему, книжки почитает, на качелях его покатает. А Ванесса говорит, что вот мне вот скоро рожать, а мы вот дома сидим. Уже я в джунгли хочу. А Кристофер говорит, нельзя тебе в джунгли. Ну, в общем, Ванесса дома не сидится. И тогда Кристофер её, может, приглашает. Говорит, давай выйдем куда-нибудь на церемонию Starlight. Да, они сейчас у нас переоденутся. Модные такие, да? У нас есть что-нибудь такое в гардеробе? Да, только свадебное платье. Что-нибудь официальное. В общем, Кристофер говорит, ладно, если не хочешь сидеть дома, то уже сходим куда-нибудь недалеко в безопасное место и посетим церемонию Starlight. Если вы помните, то это церемония, где Симы у нас смотрят на вручение Оскара. Так, выбираем действие отправиться. И вместе, нет, не с Фиби, а с Ванессой, Кристофер сходит на церемонию Starlight. А Фиби будет сыночком своим целый день заниматься. И, может быть, у него от этого улучшится поведение, улучшится... Так, по-моему, здесь, да, происходит эта церемония. Да, в этом заведении. Вот, может быть, он станет более воспитанным. Надо папу приглашать Ричарда. Ну, нет, с ним, к сожалению, Ванесса, к сожалению или к счастью, ну, в общем, так получилось, что у них плохие отношения, поэтому сама она воспитывает сына. Хотя иногда Мигель наш и ходит к папе, но... Но, в общем, мне кажется, Ричард не занимается его воспитанием совершенно. Так, давайте спросим, на каком сроке. Вот, сегодня происходит ежегодная... Да, ежегодная? Она что, раз в год? Мне кажется, совсем недавно была. Уж лучше сказать ежесезонная. Какая же она ежегодная. Она слишком часто. Давайте потрогаем живот. Вот, знаменитости уже подходят. Но, наверное, сегодня не будем брать автографы. Хотя у нас такая парочка, что они все успеют. Ой, смотрите, повсюду ходят знаменитости, известные симы. Интересно, а нас пропустят или нет? Давайте сюда поближе подойдем. Что-то мне кажется, что нас смогут не пропустить. А мне кажется, пропу... Блин, пропустят или не пропустят? Давайте идти сюда вместе. Сейчас будем ломиться. Сейчас будем всеми правдами и неправдами сюда пытаться пройти. Вот, начинается уже церемония. Давайте попробуем сюда зайти. Зайдут или нет? Ой, зашли. Прекрасно. Наверное, все-таки всех пускают. Всех пускать, никого не выпускать. Давайте пусть они присядут на диванчик. Все-таки Ванесса беременная. У них такие будут вид-места. Да, начинается уже церемония Starlight. Это ведущая Ева Басу. Так, давайте пусть они немножко... Шепчутся, да? Немножко поболтаем. Шептаться о знаменитостях. Кого мы будем обсуждать? Давайте Мартин Лоба посплетничает. Пусть немножко. Да, у нас тут вот ведущая. Мне чем нравится эта церемония? Ну, правда, как вот на вручении Оскара. То есть, есть ведущая, она что-то рассказывает и потом по одному вызывает Симов к себе и они получают награды. При том, что они получают награду не просто так, здесь пишут за что. Вот, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Виктор Блант, в общем, получает премию. И он, наверное, сейчас выйдет и ему ее дадут. А может и не дадут? Кто это такой? А, вот, он уже, по-моему, получил. Получил премию. Вот, теперь другая Симка выходит. Вот, Ванесса Линкольн тоже получает премию Старлайт. Видите, она всех благодарит. Говорит, спасибо большое. Я старалась. Как говорят всегда, обычно, спасибо моим родителям. Спасибо, не знаю, мужу, жене, детям. В общем, и прочую хрень. Вот, ну, Ванесса с Кристофером у нас немножко, типа, как развеяться сюда пришли. Да, можно немножко здесь поцеловаться. Почему бы и нет? Блин, и сюда она приперлась. Зачем ты сюда пришла? Иди там награду свою рассматривай. У нас тут молодожены. Ну, как молодожены? Уже, наверное, они как год поженились, но все равно. Вот, все у них романтика в голове. Скоро будут в голове одни пеленки. Вот, и, по-моему, там она в туалет хочет или что-то было? А, нет, она спать хочет. Вот же, блин. Придется с церемонии Starlight ути пораньше. О, ё-май, вы поняли, кто это? Я его сразу узнала. Он хоть и замаскированный, я его узнала. Ребята, это же Фернандо. Наверное, он тоже сегодня получит награду. Ничего себе, наверное. Блин, Ванесса не досидит. Она уже спать хочет. Кому у нас тут еще дадут награду? Так, кстати, вот эту бабу тоже зовут Ванесса. Да, тезка. Тоже получила она награду. Тут есть, кстати, еще бар. Да, ну, ой, в баре работает этот самый. Вы поняли, короче. Дэймон. Дэймон, это который у нас женился на Амелии. То есть не женился, да. У них ребенок родился, но они так и не поженились. Вот там. Я говорила, по каким причинам. В общем, Амелия не захотела. Аманда, Аманда, боже, какая Амелия. У нее уже все симы в голове поперепутались. Кто у нас еще получает? Фернандо, Фернандо, вставай, выходи. Дорогой Фернандо, наш фотограф известный. Вы же помните, это миллионер. Давай, Фернандо получает награду. Или он уже получил? Ой, все хлопают. Фернандо, молодец, старался такой. Выходи, зараза. Фернандо. Он, наверное, получил. Я, наверное, завтыкала. Или он стесняется. Уже звонит кому-то. Ой, симка какая-то. А, Зоя Филатова. Это сгенерированная игрой. Такая рыжая, яркая симка. Наверное, я... Да, Бриттани уже награждают. Фернандо уже получил. Я, к сожалению, пропустила. Пропустила этот важный момент его награждения. Но, тем не менее, награда у него есть. Видите, все хлопают. Хлопают, радуются. Ну, это прикольно, что не только, знаете, сгенерированные симы получают награды, но и известные нам. О, она постарела. Юдит Ворд постарела. Вы же поняли, кто это? Это симка, у которой двойняшки от Феликса. Вот, которых воспитывает отец. Видите, детей двоих родила, но отказалась их воспитывать. Давайте, кстати, с Фернандо познакомимся. Мне кажется, Фернандо не захочет. Он такой... Ой, что это такое? Так, Дирк еще получает награду. Просто звук был... Звук был такой интересный. Так, может быть, он даст беременный автограф? Попробуем представиться. Хотя у Ванессы не очень настроение. Она сердится. Спать, потому что хочется. Нет, что-то не хочет он давать автограф. О, боже. Не желает с нами общаться. Ладно, покинем мы немножко раньше эту церемонию. Ой-ой-ой. Слушайте, как вовремя мы пришли. Смотрите, пришла уже Виктория тела. Вот, наверное, мы могли пройти, потому что не было вышибалы. Никого не было. Не было этого... В общем... Не было Виктории, а теперь она пришла, и все. Она хоть и бабка, ну, в смысле, уже пожилая, но... Она же пожилая. Да, она пожилая. Но, тем не менее, видите, то, что она была долгое время вампиром, дало знать, и она до сих пор работает вышибалой. В общем, форму свою физическую не потеряла. Да, кого-то пускает, кого-то не пускает. Все, церемония Starlight завершена. Завершилась. Фернандо сегодня получил награду. Эмиль, кстати, барменом здесь работает. Так, ну, а мы переключаемся. Переключаемся на Фиби и отправляемся к нам домой. Итак, наши Симы вернулись домой со своей церемонии и уже улеглись спать, потому что потребности упали. Они очень сильно устали, так что сразу я их отправила в кроватку. И сейчас в кроватку у нас также отправляется Мигель, но не сам. Его мама пойдет укладывать, потому что, правда, нужно заниматься воспитанием ребенка, а то ребенок начинает шкодничать. Ведь у нас сегодня такая серия воспитательно-общительная. Вот. А сказку будешь читать? А нет, по-моему, сказку только Тоддлером читают. Да, она его просто укладывает. Ну, в общем. Все-таки Фиби у нас заботливая мама. Иногда с работой она забывает. Да, но... Но все равно время сыну своему она уделяет. Так, давайте я отправлю всех спать. Вот Ванесса. У всех плохие потребности, всем хочется поспать, поэтому я немножко промотаю. Мне очень хочется, чтобы Ванесса родила в этой серии, поэтому буду немного ускорять. Блин, а тут ускоряй, не ускоряй, все равно идет медленно. Потому что у нас призраки. Полли пришла, да, Блейк. В общем, вся компания в сборе, поэтому быстро не проматывается. В общем, ребят, я тогда включусь уже, когда кто-нибудь проснется. Потому что хочется посмотреть еще сегодня на роды Ванессы. Итак, ребята, у нас начались роды. Проснулась в 6 часов наша Ванесса и говорит Кристоферу, что что-то происходит. Говорит, что-то не так. По-моему, я рожаю. Кристофер говорит, да ну ничего себе, а я еще кубики не купил. Что же мы будем делать? Во что же мы будем играть с ребенком? Он думает, что в роддоме сразу в кубики. Играют. Короче, у нее роды начались. Она говорит, не, я сначала покушаю. Сначала покушаю, а потом поедем рожать. На голодный живут, так такие дела не делаются. Понял? Так что, Кристофер, бегом иди готовь что-то кушать. Да, давайте. Ну, Ванесса будет не в состоянии готовить, а вот Кристофер сейчас быстренько сфарганит. Что он? Фо. Он говорит, сейчас я... У меня есть новый рецепт. Сейчас я фо сделаю всем. Сейчас сделаю всем фо. Так что, приглашаем Мигеля и Фиби отведать фо. Ну, и Ванессу тоже. Вот пусть усаживаются и ждут. А он в панике такой. Ну, а Ванесса говорит, нет, пока не покушаем, рожать не будем. Вот так, грусть. Я собираюсь стать ужасной мамой. У нее это постоянно, да, такая... Да ну, не расстраивайся, будешь ты отличной, прекрасной мамой. Очень мне хочется, чтобы девочка у нее родилась. Не знаю прям. Кстати, может родиться даже двойня. Да, потому что мест в семье много. Может родиться двойня, а вот тройни быть не может, потому что... Потому что... Иди сюда. Потому что у меня убраны тройни. Вот, слава богу, уже давно у меня тройни не рождаются. А, по-моему, я и двойни, ребят, убрала или нет? Нет, по-моему, двойни я не убирала. Я уже забыла. В общем, тройни точно быть не может. Так, Фиби тоже переживает за сестру. Говорит, так, дыши спокойно. Давай поговорим про погоду. Все будет хорошо. Кстати, на улице жарко, да. Осенний жаркий день. Вот спросить, на каком сроке. Так, давай фо свое подавай. Ты сделал фо? Фо, какое оно. Фо. Иди, давай, всех к столу приглашай. Пригласить за стол. Так, а куда? В школу. Опять идет пакостничать. Да что же это такое с этим ребенком происходит? Я не знаю. Иди кушай. Может быть, это из-за воспитания? У него вот ответственность не очень хорошая. Ну, фо удался. Он аж пламенем дышит. Кстати, фо это какое-то, ну, блюдо, по-моему, ну, не из обычной кулинарии, а какой-то экспериментальной. В общем, наверное, какое-то ресторанное блюдо. Или из, может, джунглей оно появилось. Наверное, Кристофер его где-то выучил, когда они были в джунглях. Мигель не привык к таким острым блюдам, как фо. Со временем он сможет есть острейшие блюда в городе, как самый настоящий любитель острого. Ага, сначала нужно, то есть, поесть много раз фо, чтобы есть его легко. А пока будет вот такое вот изжога. Изжога от острой еды. Слушай, Кристофер, ты бы подумал, что ты даешь жене не просто беременной, у которой уже роды. Роды в активной стадии. Мигель с трудом ест палочками. Ему стоит есть побольше блюд с помощью палочек. Например, блюдо фо, чтобы развить мелкую моторику. Короче, он еще пока не умеет... Так, кто-то повзрослел. Кстати, по-моему, раньше не писалось. Это кто такой? Не надо моды поставить, чтобы вот раз так, и где этот персонаж находится. Так, все, ладно, едем рожать. Все, поела фо. Фо было очень вкусное. Вот, родить в больнице. Присоединяемся и отправляемся вместе с Кристофером. Наконец-то, наконец-то, то, ради чего мы всю эту серию ждали. Ну, не знаю, как вы, а я всю эту серию родов ждала. И решила, что даже если роды будут, ну, как-то затягиваться, то я и серию затяну, потому что, ну, уже очень интересно, кто родится. Вот, не знаю, у меня даже, ребята, имени нет для мальчика. Вот, честно, вот так я на девочку настроена. Ой. Ну, хоть одну. Ну, в смысле, нет, вообще одну только надо. Так, давайте записаться в регистратуре. Кристофер вообще с перепугу все перепутал и одел... Так, Ванесса у нас не регистрируясь, идет рожать. А нет, потом передумала и решила пойти зарегистрироваться. Так, у нас тут есть уже доктор. Я думаю, что мы можем просто... Не можем. Не можем идти рожать. Это Лаура. Лаура работает доктором. Да, видите, она, наверное, тут будет принимать у нас роды. Так что, Кристофер, иди давай, присаживайся. Присаживайся и переживай за свою жену. Так, Иванесса, наверное, сейчас придет. Да, вот она уже идет. Блин, ну, давай мне девочку, пожалуйста. Девочку. Девочку. Если будет мальчик, просто, наверное, я буду еще одного ребенка заводить. Почему? Потому что уже очень хочется мне, чтобы эта линия одних девочек не прерывалась. Потому что вот по линии Иванессы, если вверх смотреть, то там одни девочки. Так, давай, я заказываю девочку. Ну, мне обычно... Ну, зачастую мне все равно, кто родится, но вот сейчас прям девочку хочется. Ну, посмотрим. Интуиция мне ничего не подсказывает. Блин, Лаура какой-то доктор не очень. И вообще, это первые роды, что ли? Не, мне кажется, она уже у кого-то роды принимала. Из сердца достала. Да, как-то... Есть врачи, у которых все сглажено, хорошо, а тут что-то... Мальчик. Хотела девочку, получилось как всегда. Ну, в смысле, получилось так, что не того, кого хотела. Ну, мальчик тоже хорошо. Значит, наверное, Ванесса будет мамой дважды. Скорее всего, еще одного ребенка будем заводить. Так, ребят, долго думала, вообще ничего в голову не лезет. При том, что у меня имя было только для девочки. Вот честно, я... Ну, так было... Так я хотела девочку, что даже имя для мальчика не придумала. Я уже, не знаю, разные варианты продумывала. Но подумала, что раз у нас Мигель, вроде как, назван в честь писателя Мигеля Сервантеса, да, итальянского, то давайте пусть у нас тогда сын Ванессы будет назван в честь Чарльза Диккенса. Чарльз. Наверное, правильно я написала, я не уверена. Ну, вот у нас еще Оскар, Оскар еще есть, да? На писателя меня потянуло. В честь Оскара Уайлда мы назвали, вот, мальчика Киры. Так что будет Чарльз у нас. Ой, один, слава богу. Один ребенок. Ну, наверное, будем рожать дважды, потому что очень хочется, чтобы мне девочка была все-таки в этой семье. А если будет два мальчика, ну, значит, мне не повезло. И этот род девочек оборвется. Ну что же, ребят, тогда буду я на этом заканчивать серию. Видите, как у Полли два внука. У Полли было две дочки, но обе дочки по мальчику родили, потому что Фиби мальчика родила, и Ванесса, как видите, тоже родила мальчика. Интересно, на кого он будет похож. Ну все, ребят, тогда всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.